Да, действительно, только сейчас мы завершили рабочее совещание межведомственное со всеми заинтересованными структурами государственных органов власти, с федеральными органами, надзорными органами по ситуации, которая у нас сегодня сложилась на территории Алтайского района, это село Краснополе. Что выявлено? Действительно, при заборе воды на анализ выявили нарушение водоснабжения в части увеличения концентрации предельных ПДК именно по урану. Это новая технология, которая сегодня позволяет выявлять именно радиоактивные вещества. Их раньше у нас в Хакасии и Центр гигиены такого оборудования, лаборатории не было. Сегодня вот именно нашими специалистами выявлено превышение ПДК примерно в 4-9 раз. На сегодняшний день что делается в правительственном республике Хакасия? Это в первую очередь мы обеспечили на сегодняшний день чистой питьевой водой, которая у нас подвозится с рецензированного водоисточника, рецензированными транспортными средствами. По заявкам нашего населения на сегодняшний день удовлетворены в полном объеме. Эта вода будет подвозиться, если потребуется каждый день, если есть такая необходимость, то через сутки по потребности наших жителей. Второе, что планируется, это дальнейшая системная работа по диагностике водоисточников. В первую очередь это вторая скважина, которая сегодня находится там же в Краснополе. В пятницу водозабор проявили вторичный на той скважине, где у нас произошло увеличение ПДК. И там у нас построена, пробурена новая скважина, и там сделали забор. Примерно результат анализа будет к концу недели. Если же подтвердятся эти анализы первой и второй скважины, будет приниматься решение. Сегодня уже рассматривается вопрос по строительству центра по водоподготовке. Если же вода будет соответствовать нормам гостовским, то тогда будет построено 240 метров трассы и будет врезана в действующую скважину. Вот такие мероприятия на сегодняшний день позволяют нам оперативно решить проблему. В первую очередь это удовлетворение потребностей жителей. Ну и ситуация, которая раскладывается не только на территории района Алтайского. У нас еще по давним лабораторным исследованиям у нас звонят еще и в Бесском районе, это село Новотроицкое, это в Уссабаканском районе два села. Ну и в Аградском и Алтайском районах. Поэтому эта работа будет сейчас системно отлажена. Будем смотреть именно как будут развиваться события по анализу воды. В целом исследования проводятся у нас посезонно. Это весна, лето, осень, зима и как складывается ситуация, она по разным территориям, она абсолютно разная. Где-то идет повышение, где-то понижение, где-то вода именно по нормативам стабилизируется. Вот такая прогнозная динамика будет выстроена у нас вообще на территории республики для того, чтобы нам уже сегодня оперативно принимать меры. И в том числе и по программе чистая вода, которая реализуется на территории республики Аркасия.